В Аршанском районе увели в эксплуатацию комплекс по пероопрацовцы твердых бытовых отходов. Открытие объекта приняли удел представники коммунальных службов из всех областей краины. Они собрались на выездное посаджение коллегии Министерства жильево-коммунальной господарки. На им разглядели так само работу водоканализационной системы и очищальных сбудований, и ход капитального ремонта жилых домов. Подрабязности у наших корреспондентов. На карте Аршанского района з'явился сучасный комплекс по ассортировке и пероопрацовце твердых бытовых отходов могутностью 60 тысяч тонн в год. Тут будут працевать с другостными материальными ресурсами – пластиком, шклом и паперой. Створена и зона буйногабаритных отходов. Уведены устроить три установки по пероопрацовце дровляных и будовничных материалов. Это могут быть двери, это может быть диван, также может быть какая-то чистая кусковая древесина, где производят какие-то строительные работы, им нужно будет сдать. С получением щепы. Также у нас еще есть щековая дробилка, это для дробления строительных отходов. Железобетон, бетон, кирпичи, вот все возможные такие материалы, с получением вторичного щепа, который будет использоваться на поддержание и восстановление новых гравийных дорог в нашем регионе. У нас предусмотрена здесь установка по переработке битумно-содержащих отходов, в крови, при котором будет получаться битумнизированный картон и битумная крошка. Комплекс будовали два года, и он будет обслуговывать Оршанские, Толочинские и Добровинские районы, что дозволит значно повеличить объемы перепроцовки отходов. Это уже третий подобный объект в области, который имеет великое практичное значение для поляпшения экологичной ситуации. Объект такой передовой, видите, удалось даже сэкономить 35 миллионов при его строительстве. И он видит, сколько сепараторов, сколько разделителей, все в автоматическом режиме. Практически нет людей, они есть здесь в доработке, но практически все операции, самые грязные, самые такие неприятные, они проводятся с помощью машин. В итоге получаем, я надеюсь, природное топливо, которое будет сжигаться. Есть программа в стране огромная для в энергоемких каких-то предприятий. Ну и, конечно, убирается органика, убирается стекло, бутылки ПЭД, которые повторно перерабатываются. Удзенники коллегии Министерства жилево-коммунальной господарки наведали объекты водоканализационной системы и очищальное сбудование Оршанского района. Ознайомились с их работой и обмерковали шляхи повышения эффективности. А так само подвели выники работы жилево-коммунальной господарки Витебской области за 9 месяцев бегущего года. Введено более 330 тысяч квадратных метров жилья, что сегодня для жителей нашей области, конечно, самое существенное. Введено 25 станций обезжелезивания. В Витебской области за три квартала собрало 75 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов. Это тоже мы выполнили 100% задание. Закончен строительной монтажной работы и вводится тоже объект по закрытию очистных сооружений Копыси и перекачки стоков на очистные сооружения Орша. Мы этим дозагрузим оборудование существующее и повысим эффективность работы. Рамон жилого фонду и доброе упорядкование территорий. За год у Оршанским районе необходимо отремонтировать не меньше 120 тысяч квадратных метров жилья. С этой задачей мясцовые коммунальники справляются. Оршанскому району, который с перспективным развитием, было доведено повышенное задание по капитальному ремонту жилищного фонда, по благоустройству дорогих территорий. Надо сказать, что Оршанский район с этим справился достойно. На сегодняшний день, если мы говорим про капитальный ремонт, то по республике капитально ремонтируется 2,8% от общего количества жилья, то в Оршанском районе это уже 6%. В целом, по Витебской области, коммунальники селят опланнують увести о эксплуатацию после ремонта не меньше за 440 тысяч квадратных метров жилья. Инна Кириенкова, Антон Левин. Новины. Оршанский район.